Евангелие от Матфея Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. По прошествии дней шести, 17 глава, 1 стих, По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его же сделались белыми, как свет. И вот явились и Моисей, и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, сея, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои, и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, в этом месяце христианские церкви отмечают праздник, который принято называть праздником преображения. Кто-то отмечали 6 августа, кто-то будет отмечать 19 августа по старому стилю. Вопрос не в том, когда отмечают, в какой день. Вопрос в том, как отмечают и как понимать тексты Священного Писания, которые дошли сегодня до нас, и какие уроки мы можем взять для своей личной жизни. Вы знаете, как-то обращаю внимание, церковь отмечает какие-то особые события, правда, которые выделены даже в какие-то праздники, называют их праздничными, может быть, служениями, или как-то особые события, взятые из жизни Иисуса Христа. Церковь как-то видит больше 7 таких главных событий. Это Рождество Иисуса Христа, Крещение Иисуса Христа, Искушение в пустыне, Преображение Господне, Распятие Иисуса Христа, Воскресение и Его Вознесение. 7 вот таких событий, которые как-то церковь в своей истории особо отмечает. Интересно отметить, что событие Преображения Господня, оно находится посредине между этими семью событиями. Ровно за 6 практически месяцев до пасхальных событий, до страдания Иисуса Христа, находится событие Праздник Преображения. Когда мы смотрим на тексты Священного Писания, авторов, которые описывают, мы находим, что три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, пишут об этом событии. Евангелист Иоанн, который находился на горе Преображения, один из числа трех, он ничего не описывает в своем Евангелии. Задавали бы вопрос, братья и сестры, себе, а почему? Ведь Иоанну было что сказать, не правда ли? Он видел Господа, он видел Илью и видел Моисея. Он слышал голос Отца Небесного. И почему-то евангелист Иоанн ничего не упоминает. Братья и сестры, очень важно, наверное, понимать, что авторы Писания, авторы-евангелисты, они были всего лишь теми святыми Божьими человеками, которые писали Слово Божие, при этом будучи движимы кем? Духом Святым. Они были авторами, они выполняли свое назначение, свое служение, которым Дух Святой вдохновлял. И другая, я думаю, причина заключается в том, что каждый из евангелистов, он имел определенную цель раскрыть личность Иисуса Христа. Когда мы смотрим на Евангелие от Иоанна, мы знаем, братья и сестры, что цель евангелиста Иоанна была показать Иисуса Христа как Сына Божьего, Его божественное происхождение. Он пишет в своей 20 главе, 31 стихе, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Но Писание говорит, братья и сестры, что Иисус Христос был не только Богом, но и человеком. Он был Бога-человеком. Из всех евангелистов, когда мы смотрим, братья и сестры, Лука, наверное, особо подчеркивает, какую его сторону, как вы думаете? Сын человеческий. Чаще, наверное, всего, евангелист Лука, он отмечает, говоря об Иисусе Христе, Сын человеческий. Подробно описывает Его родословие, Его рождение. И часто вот эту фразу использует – Сын человеческий. Братья и сестры, когда мы смотрим на Иисуса Христа на горе Преображения, мы видим не столько Его славу, Его Божества, сколько славу Его совершенной человеческой природы. Там на горе Христос был увенчан славой совершенного человека. И возникает вопрос, братья и сестры, а для чего это событие происходило? Кому оно необходимо было? Почему оказались только трое? Почему оказались двое ветхозаветних пророков на горе? И что там происходило? Вы знаете, мы уже говорили, что церковь как-то подчеркивает особую роль всем событий в жизни Иисуса Христа, называя это праздниками. К праздникам люди праздному относятся. К праздникам готовятся, праздники празднуют, и даже на праздники отдыхают. Такую фразу мы слышим. Мне очень нравится подход к праздникам, как видит на это Бог. А Бог дал определение народу израильскому, помните, когда Он дорвал установление, чтобы праздновали в Ветхом Завете праздник жатвы. Помните, как Бог сказал? Он говорит так, книга Исход 23, глава 16 стих, «Наблюдай праздник». Наблюдай праздник. Слово «наблюдай» значит «внимательно следи за чем-то», «не упусти из виду, из поля зрения». Поэтому я предлагаю вместе с вами сегодня внимательно пронаблюдать за этим событием. Что происходило? Это событие, братья и сестры, как мы с вами прочитали, начинается с того, что Иисус Христос говорит своим ученикам следующее слово. «Есть некоторые из вас, которые не увидят смерти, как увидят Царство Божие». Поскольку, братья и сестры, три евангелиста об этом говорят, мы будем использовать свидетельство всех трех евангелистов, чтобы увидеть полную картину величия, преображения нашего Господа. Интересно, что евангелист Лукаун говорит «увидите Царство Божие». Другой евангелист Марк говорит «Царство Божие, пришедшее в силе». А вот евангелист Матфей мы прочитали с вами, он говорит в 28 стихе «Увидят Сына Человеческого, пришедшего в Царствие Своем». Я хотел бы задать вопрос для всех нас. Для чего это событие было? Я думаю, братья и сестры, прежде всего, чрезвычайно важно отметить роль учеников Иисуса Христа, роль апостолов в их служении. Для учеников Иисуса Христа и для Христа было 3,5 года. Для того, чтобы подготовить особую группу людей, братья и сестры, особую группу людей, которые могли ясно понимать их назначение, их миссию. Они ясно должны были понимать, кто такой Иисус Христос, и пойти во все народы проповедовать Евангелие Царствия Божия, крестя людей, обучая их снова, продолжая с ними свою работу, созидать и организовывать церкви. Это была чрезвычайно важная роль, братья и сестры. Нужно было что? Подготовить этих учеников, чтобы они понимали, какого Христа они будут проповедовать, чтобы у них был определенный опыт понимания священного Писания. Поэтому роль апостола была чрезвычайно важна. Ее ни в коем случае нельзя как-то умолить, эту роль. Поэтому апостол Павел, когда писал послание к Ефесиным в свое время, он ссылался на авторитет апостолов. Обратите внимание, как он говорит о Ефесиным, пишет Ефесиным, на чем они утверждены, на чем стоит их вера. Он пишет так, 2 глава, 20-21 стих послания Ефесиным. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе». Согласитесь, величайшая ответственность быть этим основанием, на котором строится все здание. Есть краеугольный камень, который есть в Христос, а есть основание. Что есть основанием? Учение апостолов, на котором это все здание, духовное здание строится и сегодня. Братья и сестры, для этого необходимо было апостолов воспитать, подготовить. Они были люди, братья и сестры. И далеко не всегда у апостолов получалось, и когда мы смотрим вот Евангелие, евангелистов, как они описывают жизнь апостолов, в дальнейшем ихний путь, мы видим, что у них были ошибки, были слабости, были падения. И Иисус Христос вновь и вновь их учит, подготавливает, наставляет для того, чтобы они смогли быть должными апостолами и проповедовать Евангелие. Не всегда это получалось, братья и сестры, когда мы смотрим на отношения Иисуса Христа с апостолами, они видели в нем больше, может быть, Мессию, видели Царя, видели свою роль где-то в этом Царстве, когда Христос говорил о грядущем Царстве. Они, возможно, говорили, спорили, узнавали, как бы нам оказаться по праву или левую сторону у этого Царя. И они спорили между собой, кто же из них больше. И вы знаете, Господу нужна была особая любовь, особую мудрость и благодать свою изливал для того, чтобы воспитать своих будущих апостолов. Даже если мы посмотрим, вот мы говорим, прочитали, начали с 16 главы Евангелия от Матфея. Когда мы смотрим, если у вас есть открыта Библия, вы можете посмотреть немножко эти тексты. Давайте посмотрим вот картину. Впервые в 16 главе Евангелия от Матфея Христос говорит о том, что Он создаст Свою Церковь. Впервые Христос говорит о том, что Он создаст Свою Церковь. И говорит это в контексте, обращаясь к Симону Петру. Он говорит так, 16 стих, 16 главы, 17 стих, «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И дальше стих, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». 21 стих, «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Какая реакция Петра, братья и сестры? Ему говорят, что ты будешь частью этого великого здания, Петр. «Я буду строить церковь с участием твоим». Он открывает свое будущее, что Ему нужно идти в Иерусалим. Братья и сестры, обратите на эти слова внимание. Ему нужно идти в Иерусалим, много пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. Какая реакция Петра? Реакция Петра мы находим в следующий, 22 стих, «И отозвал его Петр, начал…» Обратите внимание на это слово «прикословить кому?» Прикословить Христу, прикословить Богу. Бог открывает Ему будущее, то, что искупление, план открывает. Петр прикословить, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою. И Писание открывает нам, что это не просто было, братья и сестры, его личное понимание или, может быть, какая-то забота. Иисус Христос видел духовный мир, окружение Петра и говорит, «Отойди от меня, Сатана, потому что ты говоришь на соблазн, потому что ты говоришь не то, что Божие, но то, что человеческое». Вот таковы были, братья и сестры, ученики Иисуса Христа. И Христос ведет их на гору. Вы знаете, вот гора в Писании представлена очень символически, очень образно. Очень часто именно на горе Господь преображает людей. Именно гора в жизни людей много и была тем моментом, где-то поворотным моментом, где люди особо соприкасаются с Богом. Братья и сестры, куда Бог Моисея повел? На гору. И это не пришло для него напрасно. Когда Бог повел Илью после того, когда произошла вот эта величайшая битва, на горе кормил, а затем Илья говорит, «Господи, довольна, души мои ищут, я один остался, всех пророков убили, Господи, возьми меня». Куда повел Господь? На гору. Чтобы встретиться с Ним, чтобы ободрить, чтобы преобразить сердце, сердце этого человека. Интересно, братья и сестры, что когда Христос сказал, «Увидите Царство Божие, пришедшее в силе», сколько дней прошло? Евангелисты, говорят, две даты называют, два числа, восемь и шесть дней. Кто-то говорит восемь, кто-то говорит шесть. Я вот так думал, размышлял, когда внимательно прочитывал всех евангелистов, свидетельства, внимательно, подробно исследуя. Я вот, знаете, как-то представил себе вот картину поставить себя в какой-то степени на место этих учеников. Тебе говорят, некоторые из вас через какое-то время увидите Царство Божие, пришедшее в силе. Вы бы как-то отреагировали на это заявление или эти слова? Конечно. Начались бы много вопросов. А кто пойдет, если некоторые из нас? Господи, вообще, что мы ожидаем? Увидеть Царство Божие, а Евангелие Матфей говорит, увидите Сына Человеческого. Во славе. Как это будет происходить? Возможно, они между собой задали вопросы, дискусировали, возможно, они ожидали, какие-то будут открыться эта панорама, может быть, какие-то особые откровения увидят. Как будут происходить события на этой земле? Как Господь будет во славе созидать Своё Царство? И где-то, может, ихняя будет роль, ведь они апостолы. Мы не знаем, братья и сестры, что происходило между учениками, но мы читаем в Священном Писании, что по прошествии дней шести, в другом месте, если восемь, берет Иисус троих, обратите внимание, троих берет, Петра, Иакова, Иоанна, возвел их на гору высокую одних. Мне очень нравится, что мы имеем три свидетельства. И Лука подчеркивает, братья и сестры, взошел на гору, знаете, для какой причины? Одно слово. Евангелист Лука, 9 глава, 28 стих, говорит одно слово. Помолиться. Он зашел на гору, помолиться. Я не хочу застрять внимание, братья и сестры, именно на какой горе это происходили события. Была ли это гора Фавор, или была это гора Ермон. Это не столь важно, братья и сестры. Важно, наверное, что происходило там, и как открылось это Царство Божие, пришедшее в силе. Какое Царство Божие вообще хотел показать своим ученикам Иисус Христос? Вы знаете, мы когда смотрим на текст Писания, первое, что обращаю внимание, евангелист Лука вот подчеркивает очень важную деталь, как разворачивались эти события на этой горе. Христос молится. Приходят на эту гору, и Христос начинает молиться. Это очень важно, братья и сестры. Царство Божие – это духовная сфера. Это не организация. Это не эсхатологические события, знаете, со всеми, со всеми потрясающими какими-то последствиями, что будет происходить. Это духовная сфера, в центре которой находятся глубокие, ясные отношения с Отцом Небесным. Царь Царства Божие, братья и сестры, на этой горе приходит в общение со своим Отцом Небесным, и он молится. О чем молился Христос, мы не знаем, до нас не дошел текст этой молитвы. Но Христос там молится, общается со своим Отцом Небесным. Возможно, молился за своих учеников, возможно, молится за будущее этого мира, молится за свое спасение, чтобы Бог укрепил его и приготовил, чтобы воля Божия была совершена, чтобы искупление совершилось, чтобы Бог укрепил его, приготовил апостолов, братья и сестры. Но Христос на горе преображения первое, что Он делает, Он молится. Царство Божие, Христос когда-то сказал, находится внутрь вас есть. И мы никогда не сможем, братья и сестры, понимать Царство Божие. Мы никогда не сможем быть частью этого Царства Божия в нашей жизни. Просто этих принципов даже не будет. Мы не сможем реализовать то, что Христос когда-то в Нагорной проповеди говорил. Он говорил именно для людей, имеющих Царство Божие, если в жизни нашей не будет молитвы, личной молитвы. Потому что только через молитву мы соединяемся с Господом. Через молитву мы получаем откровение Его Слова. Через молитву происходит преображение нашего сердца, нашего характера, нашего разума. Поэтому Христос оставил чудный пример. Вы хотите увидеть Царство Божие? Найдите время вашей жизни для молитвенной жизни, для молитвы. Это очень важно понять. А следующее, что мы видим, братья и сестры, во время молитвы нечто произошло удивительное с личностью Христа. Священное Писание говорит, что Христос преобразился. Преображение это выражалось следующим. Прежде всего, евангелисты обращают внимание на лицо Иисуса Христа. Вид лица Его изменилось. Оно просияло, как солнце. И одежды Его сделались белыми, как свет. То есть, евангелисты обращают внимание на лицо Христа и надежды Христа. Для чего Христос преобразился и для кого преобразился? Я думаю, что прежде всего для учеников. Прежде всего, братья и сестры, для учеников в 16 главе он задает вопрос, за кого почитают меня люди. Ученики отвечают. Петр отвечает ему, ты, Христос, Сын Бога Живого. Как мы говорили, что Христос пригласил своих учеников для того, чтобы приготовить к этому величайшему служению, утвердить. Поэтому он преображается во славе, чтобы они увидели, это не просто Учитель, это не просто Сын Человеческий, это Сын Божий. В славе преобразилось Его лицо. Лицо Христа преобразилось, чтобы через шесть месяцев, когда ученики увидят Иисуса Христа на другой горе, на горе Голгофе, когда Его лицо будет обезображено, падше всякого человека, они увидели не только унижение, позор, но и увидели славу и победу в унижении, и увидели и венец после Креста. То, что они увидели, преображенное лицо Иисуса Христа, которое сияло, осталось на всю жизнь в сердце, в сознании. Спустя тридцать лет апостол Петр будет писать следующие слова в своем первом послании, в первой главе 16 стихе следующие слова. «Ибо мы возвестили вам славу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенными басням последуя, но быв очевидцами Его величия, когда Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великой в нашем языке, в нашем русском написано велелепной славы, пронесся к Нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Возникает вопрос «Петр, откуда ты знаешь это?» И Петр отвечает в 18 стихе «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Никогда Петр не забудет то, что он видел Господа. Это было большим благословением, ободрением и утверждением для самих апостолов понимания, кто такой Господь. Иоанн, который был, который видел спустя много-много лет, будучи старцем, будучи сослан на остров Патма за Слово Божие, за свидетельство, увидит снова своего Господа. И когда он пишет книги Откровения, будет писать в первой главе, описывая, какого он видел Иисуса Христа, братья и сестры, он пишет такие слова, первая глава, 16 стих. Обратите внимание на полное сходство, свидетельство двух очевидцев Петра и Иоанна. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Книга Откровения, 16 глава. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Так важно было, братья и сестры, увидеть Господа. Братья и сестры, такого Христа мы ожидаем. И когда вы будете слышать, где-то там Христос, там Христос, не верьте. Когда наш Христос придет и будет возвращаться в свою церковь, он будет таким, еще больше, прославленным и возвеличенным. Ивангелисты обращают внимание на его одежды. На Голгофе Христа забрали его хитон и бросили нем жребий и опозоренного повесили на древе. А здесь мы видим на горе преображения одежды стали белыми-белыми настолько, что белильщик не может выбелить. Братья и сестры, наш первосвященник и белые одежды это прообраз его праведности божественной, которую он обладает. Это праведность с ним навсегда. Он находится одесную отца в своей праведности. И праведностью своей подарился с нами. Пусть Господь нас в этом тоже благословит, братья и сестры. Это очень важно. Среди прославленного Христа нашему взору предстоит еще две личности. Моисей и Илья. Все три евангелиста узнают этих людей. Удивительная картина, братья и сестры. Ветхозаветние служители, которые были на этой земле, которые совершали свое служение, которые в свое время Моисей и Илья очень необычно оставили эту землю, мы знаем историю, возвращаются. Так что апостолы узнают их. Возвращаются для чего? Что это было за беседа? Они говорили об особой теме. предметом их разговора было, братья и сестры, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить где? В Иерусалиме. Те пророки, Моисей, как известно, это представитель закона, законодатель, Илья представитель пророков, те, которые ожидали, проповедовали, братья и сестры, они возвращаются на землю, и они встречаются со Христом. Ветхозаветные пророки, новозаветные апостолы присутствуют при этом и не говорят о будущих страданиях Иисуса Христа. К сожалению, до нас не дошел разговор, о чем говорили, как происходило, но суть разговора и о чем очень кратко мы имеем это свидетельство. Братья и сестры, я думаю, что говоря об Моисея или Ильи, чрезвычайно отметить, настолько их даже жизненный, духовный путь был похож на жизненный путь Христа, потому что самые близкие встречи с Богом, как мы уже отмечали, не происходили на горе, Моисей был на горе Синай, помните, когда он возвращался, что было с его лицом? Оно лицо сияло в присутствии Бога, и вынужден был покрывать даже лицо свое. Илья был тоже приглашен вот особо на гору Харив, чтобы в тихом вене ветра он мог узнать своего истинного Бога. Не только на горе кормил, но здесь на другой кормил, чтобы узнать, что Бог открывается в тихом вене ветра. Те, о том, о ком они мечтали, проповедовали, явился им. Братья и сестры, как вы думаете, когда они вернулись в вечность, они могли поделиться с ветхозаветными праведниками, достигших вечности. Мы видели Господа. Через шесть месяцев будет происходить что-то потрясающее, будет происходить искупление рода человеческого. Адам услышал это, я верю. И небо радовалось уже тогда то, что Бог будет совершать там, на горе Голгофе. Итак, мы видим, братья и сестры, на горе шесть человек. Иисус Христос, Моисей, Илья и три апостола. Но присутствовал еще один, незримо, братья и сестры, невидимо, тот, который не все видел, все слышал и оставил три коротких фразы, прозвучало три коротких слова. Бог удивительно, говорит, братья и сестры, сей, Сын Мой возлюбленный, первая фраза, в котором Мое благоволение, вторая фраза, третья фраза, Его слушайте. Первое, Бог объявил о Божественной природе взаимоотношений между Своим Сыном и особой Божественной любви к Своему Сыну, сей Сын Мой возлюбленный. Второе, Отец Небесный объявил, что полностью поддерживает Сына в том, что Он говорит, что Он делал. Это было особенно важно для учеников, которым предстояло великое испытание, когда Христа оставят все и предадут, в том числе и ученики. Отец объявил о том, что Он полностью поддерживает в Нем моя добрая воля, мое благоволение. И третье, Его слушайте. Короткая фраза, но глубокего смысла полна. Что хотел сказать этим Бог с апостолом? Его слушайте. Если мой Сын говорит вам, что Он должен идти в Иерусалим, чтобы пострадать и умереть, слушайте, верьте Ему. Если Он вам говорит, что в третий день воскреснет, слушайте Его. Если Он говорит, что придет во славе за своими, слушайте Его. Братья и сестры, Его слушайте, Христа. Это повеление оставлено нам церкви. Христа слушайте. Христа можно слышать, когда мы Слово Его понимаем и любим, братья и сестры. И когда в центре познания Царства Божия жизнь молитвенная духовная есть, вот тогда мы способны видеть и услышать. Это было большим благословением, братья и сестры, для учеников, которым предстояло великое служение. Давайте коротко посмотрим на реакцию учеников. Вы знаете, если мы не имели описания, свидетельств самих евангелистов, я думаю, так можно предположить, тем, кому посчастливилась, скажем так, особая была миссия, тем, которым были на этой горе, сказали, вы знаете, вы будете там, вы увидите Царство Божие, вы увидите Сына Божие, вы услышите. Братья и сестры, я думаю, что, наверное, мы приготовились, чтобы не прозевать ни одного момента, правда? Как сегодня, знаете, люди бывают, что-то на телефоны хотят заснять, чтобы ничего не упустить. Вот придя туда, сели и внимательно, весь во внимании. К сожалению, это не получилось учеников. И далеко не всегда получается и у нас с вами. Вы знаете, когда мы смотрим на состояние учеников, когда они находились, Лука говорит следующее. Знаете, что произошло с учениками? Они уснули. Они спали. Возможно, вот этот путь, которым они преодолели на гору, это была достаточно высокая гора. Возможно, та духовная битва, которая происходила даже там, помните, что было подобное в Гефсимании. Но эти же три ученика снова мы видим, что они спали. Лука говорит, 9 глава, 32 стих, если можно откроть этот текст, Петр же и бывшие с ним, отягчены были сном. В других переводах слово отягчены переводится впали в глубокий сон или спали крепким сном. А пробудившись, то есть, в какой-то момент они спали. Они не все как бы прозевали. А Лука говорит, а пробудившись, они увидели славу Его и двух мужей, стоявших с ними. Какую-то часть они спали, но какую-то часть они пробудились, все-таки застали, увидели. Вот такая сущность людей, братья и сестры. Нам иногда может это трудно показаться, но почему так? Вот такая вот наша сущность людей, братья и сестры. Мы даже в собрании иногда спим, не только на горе Преображения. Или в нашей будничной жизни, где-то мы что-то не всегда улавливаем. И Христос, знаете, не упрекает апостолов. Я поражаюсь вот Его заботе, Его любви, как Он относится к этому. Мы видим еще следующая вот реакция была. Они были в большом страхе, когда они услышали вот голос Бога. Они были в большом страхе, упали на лица свои, на землю. Это была следующая реакция учеников. Третья реакция была учеников, которую выражало следующим. Петр обращается вот такой, знаете, растерянности, пробудившись от сна, в растерянности, обращается ко Христу и говорит следующие слова. Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь кущи, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Ильи. Знаете, братья и сестры, я думаю, что слова, которых Петр произнес, это были не самые лучшие слова, которые он когда-то произнес в своей жизни. Я думаю, что Петр евангелизм подчеркивает, что он говорил, не зная, что говорит. В какой-то степени можно понять Петра, потому что праздник преображения совпадал, практически совпадал с праздником кущей. За шесть месяцев до праздника Пасхи праздновался народ израильский праздник кущей. Возможно, в это время в Иерусалиме люди вот делали, ставили эти палатки, кущи, это воспоминания про образ того времени, когда вышел народ израильский из Египта. Но обратите внимание на слова Петра. Господи, хорошо нам здесь быть. Окей, что дальше? Вот давай мы сделаем тебе три палатки, вот тебе одну, Ильи и Моисею. И что? И что они будут делать? Петр, Христос говорит, мне должно идти в Иерусалим. Мне необходимо пострадать. Мне необходимо идти в Иерусалим, не находиться здесь. Петр показывает просто свое человек. Он совершенно не понял значения славы и даже свидетельства Моисея и Ильи, находясь в таком страхе. Евангелист подчеркивает, говорит, не зная, что при этом говорит. Но Господь, братья и сестры, настолько Он добр и много милостив к Своим апостолам. Он не упрекает их, Он говорит им следующие слова. Когда мы читаем седьмой стих Евангелия Матфея, седьмом стихе, Иисус приступив, коснулся их и сказал, встаньте, не бойтесь. И мне очень нравится восьмой стих, и возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного, кого? Иисуса. Удивительно, братья и сестры, то, что произошло на горе Преображения, то, что произошло на горе Преображения, оно послужило большим благословением в будущем. Это не прошло напрасно. Христос никогда ничего не делает напрасно. Христос показал немощь, природу человеческую, наши слабости, непонимание, растерянность, желание каким-то образом по-другому немножко на этой горе Преображения что-то построить, оставить Христа здесь, Моисеем, Ильей, забыв о будущем, об искуплении, о спасении, о смерти. Но как хорошо, когда присутствует Христос, они никого не увидели, кроме одного Иисуса Христа. Господь работал и продолжал работать над своими апостолами. И он достиг цели, братья и сестры. И он достиг цели, потому что, когда мы читаем Писание, послание апостола Петра, позвольте снова прочитать этот текст, где он говорит, «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенными баснем последуя, но быв очевидцем Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда величественной славы пронесся к Нему такой голос, «Сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и этот голос пронесся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе, братья и сестры, преображение Господа». И то, что Петр хоть какое-то мгновение увидел Царство Божие, изменило и Петра, изменило Церковь, изменяет сегодня многих верующих, братья и сестры. И возникает вопрос, когда мы говорим о преображении нашего Господа, как вы думаете, необходимо ли христианам преображение? Необходимо ли нам с вами реальное преображение сердца нашего, характера нашего, мыслей нашего, дел наших, поступков наших? Или нам комфортно просто в самом себе, в самих себе, какие мы есть? Апостол Павел через послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, Он тоже призывает верующих и говорит так, 3 глава, 18 стих, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Как много сегодня, братья и сестры, Бог оставил для церкви славы Господней, то, что можем видеть, славу Господа. Даже вот в этом маленьком отрывочке, который мы прочитали в этом преображении, а сколько мы видим Господа, прославленного в Священном Писании, начиная с книги Бытие, первой книги Бытие и заканчивая книгу Откровения. Мы вновь и вновь видим Бога в славе. Взирая на славу Господню, Павел говорит, мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. на горе было шесть, но в реальности было восемь. Отец Небесный, который произнес три слова, и Дух Святой, братья и сестры, который незримо всегда присутствует там, где Отец, там, где Сын, там Дух Святой. Поэтому сегодня он трудится, братья и сестры, над церковью. Пусть это событие, которое произошло когда-то на горе преображения с нашим Господом, присутствия апостолов будет благословением и для нас. Пусть Дух Святой, Который оставил нам свое слово, работает в сердцах, преображает нас в образ Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.